здравствуйте ребята и сегодня как я уже говорила мы будем делать игру происхождения заходим в новый проект и удаляем нашего кота он нам сегодня не потребуется может сделаем с котом проект нет у нас уже запланировано как-то сделать сначала выбираем фон точнее рисуем надо просто делать голубую воду затем нам надо нарисовать все все можно взять кого-то из этих людей но рекомендуется все таки рисовать все самостоятельно так будет выглядеть лучше создаем пустого стайта делаем какой-нибудь кружочек вот такой скажем и с помощью инструмента изменения формы даем похожую на софтную доску форум можно сотни череба урода но это не важно это будет только ли они декора так 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 и рисуем на этом штате чью-то голову вид сверху можно загуглить допустим как это выглядит как-то так это будет выглядеть то есть прическа снизу нос так 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 Продолжение следует... 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 Как это должно быть? Затем можно немного увеличить час меня и поставить эту красную шайку в тюрьму. Не настолько, конечно. Теперь надо будет нарисовать какие-то препятствия. На препятствия тоже вид был сверху. Препятствиями будут кинуть камни, трава, другие сурферы или какие-нибудь там рыбы, прыгающие из воды и мешающие ехать. Спасибо. 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 Саша, ты не говоришь ничего? Просто звука нет? Спасибо. We're в Irwin iras. Спасибо,aden. Спасибо. Саша, говори, пожалуйста, что ты делаешь? Саша, говори, пожалуйста, что ты делаешь? Саша, говори. Саша, говори, пожалуйста, что ты делаешь? 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 У на 10. Саша, говори. Как-то сбоку. Вот, допустим, если персонаж будет вот так. Обычно мы для движения право-влево ставим клавиши право-влево, соответственно, х. Но сейчас мы сходим на персонажа сбоку-сверху, поэтому нам надо делать так, чтобы двигался он как-то так. Затем дублируем и вместо стрелки вниз нажимаем на стрелку вверх, нажимаем стрелку вниз. И вместо 10, соответственно, минус 10. Вот такой скрип у нас получается. Теперь, если мы нажимаем стрелку вверх, мы поедем вверх. Если стрелку вниз, мы поедем вниз. Так, Ряю, слышно меня сейчас? Да, слышно. Ага, прекрасно. А теперь переходим на кувшинку. И берем блок «События». Ой, простите. Из раздела «События» берем блок «Когда ложок нажат». Затем переходим во внешний вид и берем блок «События». Присоединяем. Мы будем использовать клонов для того, чтобы кувшинка была появиться несколько раз. Приходим в направлении и берем блок «Шапку», когда я начинаю как клон. Он в самом низу. Из внешнего вида выберем блок «Показаться». И вставляем блок «События». Из операции блок «События». Из внешнего вида измените костюм «На». И вставляем это сюда. Теперь берем блок «События». Теперь берем блок «Когда всегда», вставим его вот сюда, к этому скрипту. Когда служба нажать «Спрятаться». Берем блок «Ждать одну секунду». Снова берем блок «Будет включаем с новой сети». Снова берем блок «Ждать клон» из своего себя. А случайно от 0 до 10 изменяем на случайно от 5 до 7. Даже давайте не от 5 до 7, а от 2 до 5, чтобы они не выявлялись прям быстро. Вот он появляет все-таки. Опа, кувшинка появилась. Класс. Опа, камень появился. Опа, снова кувшинка появилась. Какой-то блок «Будет» из камней и кувшинок. Вот новый камень. Все, конечно, выглядит очень классно, но надо, чтобы они появлялись в разных ручках и было ощущение, что мы плывем, и встречаются вот эти вот препятствия. Я сделала. Ага, прекрасно. Теперь берем блок. Блок. Прийти. Установить «Y» в... Смотрите, не изменить «Y» на 10, а установить «Y». Теперь нам надо показать нашу кувшинку. Вот какой у нас сейчас «Y». Тут видно. 142. Прекрасно. Значит, берем снова блок «Будет» случайно от 0 до 10. Вставляем и пишем. «Будет» случайно от минус 142 до 142. Теперь она устанавливается в рандомном месте, в рандомной позиции по шкале «Y». И теперь, когда мы начинаем как клон, когда она начинает как клон, вот, появилась тут. Прекрасно. Следующий камень появился где-то тут. Но теперь надо сделать так, чтобы они плыли к нам. То есть мы плыли к ним. Поэтому берем управление блока «Управление пока нет». Из сенсора блок «Касается мыши». И из управления блок «Удалить клон». И вместо «Касается мыши» нам надо поставить «Касается края». И поставить движение по х. Изменить х на минус 3. Теперь, смотрите. Опа, появился камень, появилась кувшинка. Мы теперь можем их оплыть. Можно настроить их скорость, чтобы, допустим, они плыли быстрее или не менее. У нас еще есть много времени, поэтому мы добавим еще, чтобы игрок сам мог это настраивать. Я автоматически поставлю на минус 5. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Да, сейчас они плывут быстрее. Вот появляются и плывут. И мы должны отплывать. Ну, смотрите. Если я сейчас буду лезть как раз под эти кувшинки, то ничего не будет. То есть они просто приплывают, прилетают где-то, наверное, над головой. Где-то писанаж над головой. И так будет для лужнов. Потому что мы должны проигрывать себя при плане на эту кувшинку. Или на камень. Поэтому теперь приходим снова на нашего игрока, на наш сайт с серфера. И там мы делаем такой скид. Когда в лужок нажат, кстати, всегда. Если касается спрайт 2, это на наш кувшин крыть, я нормально применю. Если касается спрайтства, то нужно же дать сообщение 1. Дайте новое сообщение, назовем его как-нибудь. Делаем over. Теперь создаем еще одного спрайта. Мы копируем цвет, то, что у нас на фоне. И вставляем это сюда. И копируем нашего серфера. Вставляем его. Извеличиваем. И убираем вот эту доску для серфинга. Доску. Простите. Доску. Теперь надо нарисовать руки серфингисту. Особо не вырисовываем. Просто такие небольшие овалы чуть темнее, чем основной тонкошечный магистр. И улыбка приживающим, чтобы голод был с на лицом. Спасибо. И пишем. Game over. Здесь можно даже доску вставить. Как-нибудь вот так, чтобы показалось, что она уплыла куда-то. Или, допустим, тоник. И сейчас мы этот сайт прячем. Мы еще не придали. Он нам ну-ну. Теперь переходим в его код. И пишем. Когда флажок нажат. Порядка. Перейти на передний слой. Когда я получу сообщение. Game over. Показаться. И сразу же переходим на передний слой. Теперь давайте выплющим там игру. Вот мы плывем, 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 плывем. Ой, какой ужас. Стретили куршинку. Открылись ли на нее? Удивились. Упали из доски. Game over. Появляется сообщение. При запуске оно пропадает. Интересно. Теперь у нас есть еще время. Поэтому мы можем добавить некоторые функции. По типу настройка скорости. То есть сложности игры. И каких-то графических штучек. По типу течения воды. Давайте начнем с целой течения. Создаем новый скайд. И просто рисуем какие-то полоски. По цвету чуть темнее, чуть светлее нашей основной воды. Допустим, как-то вот так. Прарарараран. Прарарараран. Прарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Новый костюм выбираем, как-то меняем волны местами, допустим, вот так. Новый костюм как-нибудь меняем, прям, 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 и делаем простой код. Куда хуже нажал? Вот, кстати, всегда. Взять одну секунду в следующий костюм. Взять одну секунду в следующий костюм. Взять одну секунду в следующий костюм. Теперь придем к настройке сложности. Для этого нам понадобится переменная. Переходим в переменную и создаем переменную. У нас все будет называться «Сложность». Она у нас для всех. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Рисуем плюсик какой-нибудь вот такой. Извините, что вылетает, что вылезет. Ничего, у меня тоже вылетает часто. А где моя сумка? А, сейчас. И при нажатии на плюсик у нас должна будет меняться сложно. Раз, пять нажал. Раз, пять нажал. Ждать одну секунду. Извините. Нужность на один. И когда флажок нажат, еще один скрипт. Когда флажок нажат, плюс всегда. Если. Если сложность. Берем сумма на круглую октурность. Равно. Равно. Трем. И. 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 переходим на кувшинку. кувшинку. и. 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 не касаться края, изменить х на 5. Иначе, если сложность равно 2, то край пока не касается края, изменить х на минус 7. Если сложность 3, иначе край пока не касается края, изменить х на минус 9. Это уже будет достаточно быстрым. И в конце концов мы все равно удаляем нашего клоуна. Я понимаю, выглядит сложно, но на самом деле не так уж и. Теперь нужно... Вот, смотрите, они уже двигаются быстрее. Нажимаю на плюсик «Экей». Сейчас два раза нажмем на плюсик. И смотрим, сколько скоростью будут двигаться наши экспятства. Собственно, они двигаются где-то за быстрее. Если мы еще раз нажимаем на плюс, то у нас сложность будет 1, потому что, собственно... так заданным кодом. Так же для красоты можно делать, допустим, разные доски серфа. Допустим, когда счетов появляется, могут появиться разные... Допустим... Может появиться не вот такой вот счет, а вот такой. Допустим... Допустим, нам рандом может пасться... какой-то из этих двух. Допустим, нажат, изменить костюм на... будет случайно кого-то 10. «Цюзательская костюм кормашка». «Открым кормашка». «Топустим, сразу видимо ни вот такого можно... почему бы и нет...» Продолжение следует... Продолжение следует...